В основном только вещи свои, которые носили. Шкафы все новые купили. У Игоря Лазарева приятные хлопоты. Переезжает в новый дом. В аварийном бараке в Елшанке он прожил 40 лет. Говорит, ремонт здесь делал дважды в год. Стены тонкие, полы проваливаются, канализация отсутствует, отопления нет. Особенно некомфортно было зимой. Печь травит, и угарный газ идет в квартиру. Мы задыхались от этого. В день вызвали три... Два раза скорую вызвали. Как бы все хорошо закончилось. Но решили печь не топить, купили отопительные приборы. Эти бараки строили еще пленные немцы. Во многих нет даже воды, а туалет с душем на улице. Два года назад жильцы пожаловали спикеру Госдумы. Вячеслав Володин приехал в Елшанку и принял решение построить здесь дом на 259 квартир по благотворительному проекту. В начале этого месяца десятиэтажку уже сдали. В нее переедут жители 24 бараков. Честно сказать, никто не ожидал. Никто даже не думал, что приедет, посмотрит. Но когда сказал, все думали, что это как бы только слова. Потом дом начал строиться. Потом присматривались. Думали, что будет долго строиться. Думаю, очень долго. Ну, как обычно, строится там пять лет. А тут раз, и он в 2019 году уже сдался. Уже сдался. У Игоря в бараке квартира площадью 43 квадратных метра. Новая – 64,5. Две комнаты, большая кухня. Во время жеребьевки его семья вытянула десятый этаж. Сначала расстроились, говорит Игорь. Хотели даже поменяться. Опять же, десятый этаж смущало. Но когда вышли сюда, посмотрели вот на этот вид, все, все сомнения, все впало. Еще одна жительница барака тоже собирает вещи. Елена Манукян переезжает с дочками и мамой. Площадь новой трехкомнатной квартиры также больше. Женщина особенно радуется инфраструктуре. Ведь в барачном поселке пыль, грязь до остановки далеко. Детям негде играть. А сейчас у нас все красивенькое, все под боком. И квартира, и сам дом, и то, что поликлиника рядом, и скверы, парки, площадка. Вообще, я считаю, теперь Елшанка становится одним из лучших районов города. В новый дом переедут 700 человек. Аварийные бараки планируется снести. На их месте появится парк, ледовая арена, детский город профессии и сельскохозяйственный рынок. Оксана Лющева, Максим Пустовалов, Саратов, 24.